Агроновости 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 Агроновhammer Тема защиты окружающей среды 2020 «Биомногообразие». Острый жизненно важный вопрос. 5 июня Всемирный день защиты окружающей среды. Я рад, что в рамках компании ES «Зеленая компания» имеем возможность, чтобы напомнить обществу о важности защиты окружающей среды и «Биомногообразие», ознакомить с благими инициативами этого направления. И в то же время напомнить каждому из нас, что в защите окружающей среды важен вклад каждого человека. Вместе с Всемирным днем защиты окружающей среды информационную кампанию Грузии отмечает «Зеленая неделя», которая проводится со 2 по 8 июня. В нынешнем году главная тема Всемирного дня защиты окружающей среды и кампании – пьем догообразии и ее значение как для среды, так и для нашего здоровья. Кампания подчеркивает в каждой теме защиты окружающей среды роль каждого человека. В рамках кампании разработано 52 совета о том, какие шаги должен сделать каждый человек на протяжении всего года для внесения собственного вклада в защиту окружающей среды. Ежегодно во всех странах в 5 июня отмечается Всемирный день защиты окружающей среды. Цель этого дня – напомнить нашему населению о важности защиты окружающей среды и о включенности в деле защиты окружающей среды. Также главная тема текущего года – это защита биомногообразия. И для Грузии, которая богата биомногообразием, исключительными ландшафтами и экосистемой, особенно важно, что мы вместе заботились о защите биомногообразия нашей страны. Для того, чтобы создать лучшую среду проживания для наших будущих поколений и, конечно же, чтобы лучше защитить здоровье наших близких. Биомногообразие и ее ожидаемое сокращение из-за ряда причин представляет проблему. Пища, которую мы принимаем, воздух, которым мы дышим, вода, которую пьем и климат, который создает среду существования на планете. Все это проистекает из природы, из биомногообразия. Биомногообразие подразумевает разнообразие видов, экосистем и генетики, которая представлена на планете. Как раз биомногообразие обеспечивает важнейшие услуги экосистем, которыми пользуемся все мы. Это, например, обеспечение чистой водой, чистым воздухом, защита склонов, защита среды проживания человека и так далее. Все это обеспечивает биомногообразие, так же, как такие важнейшие циклы, как ими являются кругооборот воды, чистого воздуха, обеспечение продуктами питания, медицинскими товарами и так далее. К сожалению, по итогам деятельности человека биомногообразие подвержено очень серьезному давлению. За последние 200 лет это давление особенно усилилось и в основном вызвано тем, что человек по итогам сельской деятельности наносит урон окружающей среде, где обитают живые организмы. Каха Артивадзе рассказывает, что Кавказ богат биомногообразием, местной растительностью и животным миром. Кавказ и Грузия с точки зрения биомногообразия представляют один из самых важных и богатых территорий, где представлено около 20 тысяч видов. Большее количество приходится на животных и около 5 тысяч видов растений, значительная часть которой – местный вид. Это такие виды, которые распространены на одном конкретном месте, из-за этого особенно высока их значение и важность. Биомногообразие – это жизнь, самая большая ценность Земли. Он дает нам кислород, пищу, энергию, чистую воду, лекарственные средства, пространство для отдыха, вдохновения. На Земле обитает около 1,8 миллиона видов, более 1,3 миллиона животных, около 1 миллиона насекомых, 375 тысяч растений, также бактерии, грибов, простейших организмов. Грузия богата биомногообразием, где вы можете встретить более 20 тысяч живых организмов, более 4 тысяч видов растений, более 16 тысяч животных и птиц. Природная среда, где обитают животные и растения, называется экосистема, которая может быть маленькой, например, пруд, или огромное пространство, как тундра, пустыня или лес. Часть экосистемы – абитат. Это место обитания конкретного вида. Грузия богата редкими и уникальными абитатами. Около 100 абитатов страны защищены Европейской конвенцией защиты дикой природы и природных абитатов. На протяжении веков человек своей деятельностью жизненно важным системам Земли нанес большой урон, что вызвало деградацию или уничтожение абитатов, излишнюю добычу биологических ресурсов, инвазию чужеродных видов, загрязнение окружающей среды и один из самых важных факторов последнего времени – изменение климата. Берегите биомногообразие. Здоровая земля – залог здоровья человека. Защита окружающей среды в Грузии – один из приоритетных направлений поддержки ЕС. В рамках сотрудничества с Евросоюзом Грузия в связи с «зеленой экономикой» взяла определенные обязательства, что было отображено в декларациях саммита Восточного партнерства и в соглашении ассоциации между Грузией и Евросоюзом. Указанные обязательства помогут Грузии в усилении сотрудничества с ЕС в вопросах защиты окружающей среды, что со своей стороны обеспечит устойчивое развитие Грузии, усиление экономики страны и лучшее управление природного капитала. Также важно то, что ЕС активно помогает Грузии в улучшении практической или законодательной части природоохранных мероприятий. По направлению защиты окружающей среды уже годы как сотрудничаем с ЕС в рамках соглашения ассоциации. Также с поддержкой ЕС проходят очень много проектов. Недавно достигли большого прогресса. Уже все знают, что, например, принят кодекс леса и утвержден. Также существуют разные регуляции о расширенной ответственности производителя. Также с поддержкой ЕС произошла в свое время разработка кодекса об отходах, которое уже несколько лет как утверждено. Имеются разные направления. Почти все приоритетные направления в сфере защиты окружающей среды всегда поддержаны со стороны ЕС. Например, защита воздуха, биомногообразие. Достигли большого прогресса. Итоги уже видны. Также планируются и проходят мероприятия, проекты в рамках совместного сотрудничества. Конечно, это содержит как и отдельные отрасли по направлению защиты окружающей среды, так и образовательный и информационный компонент. Несмотря на то, что новый коронавирус слегка изменил формат «Зеленой недели», Залико Сулакауры все равно провел урок рисования для маленьких. Естественно, соблюдая все правила, и маленькие защитники окружающей среды научились рисовать биомногообразие. Здравствуйте, мои маленькие. Поздравляю с 5 июня. Международный день защиты окружающей среды. Природу любят все, но особенно дети, и дети также любят рисовать. Поэтому давайте сейчас будем вместе рисовать. Чаще всего видел, что дети рисуют деревья. Существуют деревья разных видов. Хвойные, лиственные, странные деревья. И это обязательно нужно стране, для того, чтобы нам было хорошо. Давайте сейчас, например, перед Новым Годом, рисуем елку. И начнем с новогодной елки. Приготовьте карандаши. Все. И сделаем вот так. Забота о окружающей среде начинается с детства. В заботе окружающей среды все могут внести свой важный вклад. И старый млад. Следующее видео вас убедит в этом. В нашем большом доме, на земле, миллионы маленьких домов. В доме вместе живем я, мама, папа, брат, попугай и собака. Мама и папа научили, что забота о всем, что находится вокруг нас, очень важно. Если не заботиться о окружающей среде, это то же самое, если жить в доме, где все перевернуто и не убрано. Жить в таком доме никто не захочет. Я с братом очень любим прогулки на велосипеде. Далеко пока не пускают. Но когда немножко подрасту, в школу и на работу буду ходить на велосипеде. Не хотим загрязнять воздух выхлопами. Мы никогда не мусорим во дворе. Любим растения и помогаем маме за их уходом. Они же нам дают кислород и дарят жизнь. Не знаю, как догадывается моя мама, но на тарелку кладет столько еды, сколько мы можем съесть. Не любит выбрасывать еду. Из банок и коробок собираем разные игрушки или нужные вещи. Это очень весело. Например, красивая коробка для карандашей из разрисованной банки или подсвечник. Во время очистки зубов и купания экономим воду. Она же должна охватить население у всей земли. Перед сном мама оттягивает занавес и включает свет, чтобы комнату освещали месяц и звезды. В это время смотрю из окна на небо и думаю, как люблю свой дом. Очень хочу, чтобы люди научились заботиться об окружающей среде. За последние годы в Грузии осуществили множество инициатив. Соответственно, требованиям международных стандартов и соглашения ассоциаций между Грузией и ЕС. В целях разработки законодательства и политики. Кроме этого, при поддержке Евросоюза в Грузии осуществляются проекты, цель которых развитие национальных парков, улучшение качества воздуха, возможность способствованию зеленого роста, практики управления отходами, улучшение инфраструктуры и обеспечения, обеспечения механизмов лучшего управления рисков и влияния на окружающую среду. При финансировании Евросоюза осуществлены ряд инфраструктурных проектов в таких отраслях, как водоснабжение и растительное снабжение, управление отходами и развитие экологически безвредного транспорта. Участие каждого из нас в этом процессе очень важно, потому что среду создаешь ты. На этом сегодня я с вами прощаюсь. Наши передачи можете посмотреть на официальной странице нашего Фейсбука грузинским шрифтом AgroGaremoTV и на веб-странице agrogaremo.g. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok